Всем привет! Несмотря на все напасти 2020 года, у нас до сих пор имеются некоторые праздники на повестке дня, а также наши любимые люди, которых приятно одаривать, несмотря на то, что есть праздники или нет. И согласно тематике основной данного канала, эти люди должны интересоваться чем-то связанным с велоспортом. И сегодня я хотел посоветовать несколько продуктов с Алиэкспресс по этой платформе чуть позже в этом видео, которые рекомендую к покупке. Все ссылки будут в описании. Используйте их, пожалуйста. И начну я рекомендации, или наоборот не рекомендации, с смарт-тренера от Мажин. Так, по-моему, произносится эта фирма Gravat T300. Вроде как отличный смарт-тренер, станок, но есть небольшой минус, а именно реальность. То есть он стоит не так дорого, но у нас имеется доставочка за 42 тысячи рублей. Итого мы оказываемся на уровне топовых станков Атакс, Ваху. И здесь, конечно, имеет смысл локально все это посмотреть, либо БУ. В том числе гарантийные вопросы в станках часто случаются, поэтому действительно смотрите в магазинах, либо очень-очень дешево берите БУ. И следующий лот тоже от Мажин. Эта фирма будет частенько появляться, потому что хороших китайских производителей, которым не наплевать на, не знаю, на что-то, на качество не так много. И это коврик от Мажин, который тоже не советую. Он не самый толстый, и он огромный, не уверен, действительно ли имеет смысл такой огромный коврик иметь под станок. Но что я советую, так как случается так, что большинство из вас живет в многоквартирных домах, кто-то над, кто-то под, кто-то сбоку вас живет. И эти люди, конечно же, заслуживают своей спокойной жизни, а не постоянного прослушивания какой-то бешеной стиральной машины, интервальной стиральной машины. И здесь я советую зайти в строительный магазин, либо в какой-то большой гипермаркет или еще что-то такое, там приобрести коврик для стиральной машины. Там, в том числе, можно будет выбрать и толщину этого самого коврика, и по размеру он будет не таким громоздким. Если вам посчастливилось кататься на группсетах выше 105-й, Altegri, Dura Ace или D2 версии, или тоже SRAM, SRAM и Shimano, все подходит. То есть я сам сейчас на станке катаю и использую кассету жены, как раз 105-ю, и она подходит идеально к SRAM eTEP, по крайней мере для станка хватятся глаза. Так вот, здесь имеются эти кассеты 105-е, потому что юзать какую-то топовую кассету на станке нет никакого смысла, потому что в кассетах, начиная как раз от 105-й, разница между топовыми будет разве что в весе. Стоит обратить на ее размер, чтобы не укорачивать или удлинять цепь. Однако, если вы купите какую-нибудь огромную кассету, а сами катаетесь летом, скажем, на 11.28 или 11.25, вы все равно сможете ее использовать, просто не переключайтесь на самые большие звезды. А эту большую кассету вы сможете когда-нибудь, возможно, использовать для поездки в какие-нибудь горные туры. Мы перейдем к следующему лоту, и это просто Game Changer, который открыла для себя моя жена, использовав мой нарукавник. Его повязывать не так удобно, поэтому мы приобретем вот как раз сейчас Black Friday, Cyber Monday и куча вот этих всемирных денег шоппинга, без понятия, он уже закончился вроде тут написан, но каждый день, конечно, какие-то скидки, однако на Black Friday, наверное, скидки будут самые большие, именно поэтому я делаю это видео сейчас. И, собственно, эта повязка на лоб, она защищает от пота, это проблема, создающая лично для меня самый большой дискомфорт, занятие в четырех стенах на станке. И я тоже это нарукавник повязал, и елки-палки, это серьезно круто, это значительно лучше сделало мой опыт использования Zwift и, в принципе, катания в четырех стенах. Так вот, можно использовать вот такой, конечно же, здесь по составу ничего особенного нет, 70% хлопок и так далее, вы все видите на экране, но от таких производителей, как Adidas, Nike, они все тоже производят в Китае, и там никакого особенного сертификата, к сожалению, нет, так что я могу без сосредней совести советовать и такой тоже, потому что брендовые вещи также производятся за копейки, так же, как и эти. Есть еще и вот такая вот повязка, она немножко отличается от предыдущей, и ее тоже можно использовать, благо ценник настолько дешевый, что можно несколько сразу купить, я и советую, кстати, несколько купить, потому что, когда вы катаетесь, эта штука будет потеть, эту штуку нужно будет стирать, и, конечно же, если вы катаетесь несколько раз в неделю, то лучше иметь про запас несколько штук. Если у вас какие-то старые, скажем так, ваттметры, в основном это в старых ваттметрах, только Ant+, или пульсомеры, или любые другие сенсоры старого типа, скажем так, у них поддерживается только Ant+. Для того, чтобы передать сигнал с ваших сенсоров, с вашего велосипеда на компьютер, нужно будет Ant+, стик иметь, здесь он как раз вот предлагается. Однако вот с таким вот смешным кабелем, для чего это? Потому что Ant+, беспроводная технология, которая подвержена, однако, определенному влиянию других беспроводных сетей у вас дома, и все это может как-то ловиться не так. И это не шутка, это не миф какой-то. Это у нас фактически тот случай, когда вот ваттметр, я включил камеру свою, в ней есть Wi-Fi и Bluetooth, и черт знает что, в ней только нет. Но все это мешает ваттметру пересылать достаточно точно данные, и пришлось выключить камеру, потому что она вот как-то мешала всему этому. Есть, собственно, вот эти USB-стики с Ant+. Если у вас такое уже имеется, и имеются проблемы с передачей данных, то, пожалуйста, есть такие вот удлинители для того, чтобы этот стик поставить прямо к сенсору, чтобы никаких помех не было. Ugreen тоже фирма, которая продается на Amazon. Кстати, вот аккуратнее на Алиэкспресс имеются иногда подделки, в том числе вот эта кепочка от RAFA. Да, RAFA производится в основном в Китае. Я не уверен, что это 100% подделка, но в любом случае здесь поаккуратнее, и я советую выбирать каких-то нормальных китайских производителей, а не тех, кто делает типа какие-то подделки. Есть фирмы Rock Bros, пожалуйста, Ugreen, она тоже и на Амазоне продается, и очень давно, кстати. Разве что ценники у нас на Амазоне повыше. В том числе вот эта маска, она от короны не защищает, однако защищает 100% от штрафа, не ношения маски в соответствующих местах. И здесь она на Алиэкспресс продается, и за копейки какие-то, сколько, полтора евро или что. Но на Амазоне то же самое 10-15, это абсолютно та же самая маска. Дальше мы вернемся все-таки к велосоветам, а именно, если у вас нет какого-то ваттметра, вообще никакого, то опять-таки советую посмотреть в том числе на Мажин P325 версию на Алиэкспресс. Тоже, как я уже сказал, ссылки все в описании. И здесь есть две версии. Посмотрите, здесь за 51 тысяча рублей, здесь за 37. Какая разница между ними? Разница на самом деле маленькая. Та же самая тема в Power2Max, она решена в софтверном путем. То есть, если я в будущем захочу дополнительный функционал вот этого более дорогого, я смогу заказать все это, и мне пришлют обновление, я обновлю ваттметр, и он будет сразу поддерживать эти все функции. То есть, как вы поняли, по железу, что эта система, что это абсолютно идентичны. Разве что софт ограничено в одной из них, а в другой нет. И что конкретно ограничено? А именно, это баланс слева направо. Сколько давит правая сторона вашей, ваша правая нога и левая нога. Также это круг силы. То есть, насколько вы равномерно распределяете силу по кругу педалирования. И все эти факторы, конечно же, здорово иметь. Nice to have, как говорится. Но абсолютно не обязательно, я катаюсь без этого. Хотел апгрейдить, это недорого стоит, 50 евро за одну функцию в Power2Max, но пока не сделал этого, потому что вроде как и не нужно. За эту разницу, здесь почти сколько, 14 тысяч рублей сделать байкфит, если есть проблемы с фитингом на велосипеде. Но это отдельная тема. В любом случае, здесь я вас посоветовал приобретать именно вот такую вот версию. Сейчас у машин идет на Kickstarter акция на P325CS, новый ваттметр. Он, однако, тяжелее, аж на 100 грамм, по-моему. И, в принципе, каким-то дополнительным функционалом не обладает. В том числе, у него вот эти звезды, они интегрированы. Выглядит все это как копия Red Access. И для меня минус в том, что обычные звезды сложно будет поставить. Точнее, у них там стандарт какой-то имеется, но не так все это просто, как вот в этих Altegra, скажем. Здесь можно все, что хочешь поставить. Shimano, конечно же, Absolute Black и другие звезды. Это без проблем возможно. Далее у нас имеется, скажем так, менее полезный сенсор. Вроде частоты вращения педали датчика имеет смысл, но в ваттметрах он имеется. Кстати, вот в этих всех ваттметрах тоже Bluetooth имеется. И во всех этих сенсорах тоже имеется Bluetooth, потому что это все новые сенсоры. Так вот, если вы вот этот приобретете LOD, здесь и скорость, и Cadence измеряется, то Cadence сенсор вы сможете, скажем, на вашем другом велосипеде разместить для коммьютинга или еще что. Speed сенсор измеряет скорость и будет иметь смысл для тех, кто не хочет смотреть на прыжки GPS-показателя скорости, потому что зачастую он подвержен помехам. Если вы проноситесь под деревьями, под мостом или еще что-то такое, Speed сенсор будет показывать лайв-скорость гораздо точнее, чем все остальное. Здесь стоит, однако, не забывать о том, что если вы гоняете на сегментах в Strava, то, что Strava измеряет скорость по GPS, а не по вашему Speed сенсору. Мы перейдем к пульсомеру, который я тоже сам хочу приобрести. Вот как раз именно этот от Majin H64. Стоит он недорого. Сколько это получается? 15 или сколько евро? А, вот, это, наверное, чуть подороже будет. Доставка бесплатна, смотрите. Это, конечно, все здорово. 15, где-то 20 евро. Это почти в два раза дешевле, чем Garmin. О Garmin я делал отдельное видео. Garmin, однако, хорош тем и для того, кто хочет иметь дополнительные метрики от бега, от плавания, от таких вещей. Если вы катаете только на велосипеде, вам нужен только пульс на велосипеде, то нет никакого смысла платить больше за функционал в Garmin, который вы не будете использовать. Думаю, это логично. Далее, к еще одному ваттметру я их советую не только потому, что ссылочки в описании, по которым можно пройти и найти эти ваттметры, но и потому, что они были проверены такими именитыми блогерами, как, конечно же, JP Lama и DC Rainmaker. Это XKD. Это классный ваттметр. Не сложилась немножко у нас коллаборация с автором, но это не важно, потому что продукт хороший, и я в любом случае вам посоветую то, что буду считать, будет хорошим для вас. И в конечном итоге вы сможете здесь выбрать кучу. У вас, допустим, есть система уже, вам не нужно вот эту целиком систему, вы не хотите старую продавать туда-сюда, и вы просто можете сменить паука. Паук системы, в котором тоже двустороннее измерение происходит, Bluetooth, полтора процента точности, все это имеется. Если вы не уверены в том, подходит ли фактически вот этот паук к вашей системе, то здесь табличка, по которой, в принципе, можно все это определить. Если у вас совсем какая-то экзотическая система, то, конечно, будет проблематично. Но, в общем и целом, здесь большинство систем шатунов покрыто. То есть здесь без проблем можно все будет выбрать. Несмотря на то, что это видео вроде как подарки велосипедисту и прочее, но вроде как в такой ситуации, когда ваша мама или папа такие «Ммм, нужно сыночку или дочке под 130-й BCD приобрести паука, да, с ватметром, а тыкскеди вроде нормуль или нет». Такой ситуации вроде как не случается, поэтому это покупки, скорее всего, вами, для вас. Надеюсь, вы получите то, что хотите, и то, что сделает вас фактически быстрее, а не, не знаю, то есть вот это все Айра, Шмайра, и по весу, конечно, все можно приобрести легче, быстрее и так далее, но в конечном итоге на любом из этих велосипедов, кроме как и байков, нужно будет крутить. А сколько вы крутите, конкретно вы, конкретно, конкретные числа, сколько по длительности все это измерит, конечно же, ватметр. Это абсолютно необходимая штука для тех, кто хочет прогрессировать и взвить, в том числе, участвовать в этом межсезоне. Огромное спасибо за внимание, желаю вам множества подарков в этом еще году. До свидания.